Позже 9 утра уже не уедешь. С такой жалобой в нашу редакцию обратились сразу несколько жителей из разных районов города. Хотя официально было объявлено, что пассажирский транспорт ходит с 7 до 10 утра. Людмила Батюшкина продолжит. После 9 часов утра это обычное зрелище. Автобусы или проезжают мимо, или высаживают пассажиров и едут в автопарк. Такая ситуация и на Юго-Востоке, и в Пришахтинске. В город едете? Нет, нет, в Пришахтинске у нас время до 10. Вот уже час нет автобусов. Ну, про списание, девушка, нам в парк надо 10, что-то есть. В итоге люди ждут какое-то время, а потом вынуждены уходить домой или ехать на работу на такси. Хотя постановлением главного государственного санитарного врача области было предписано движение пассажирского транспорта с 7 до 10 часов утра. Я пришел 8.50, хотел бы это. Пока автобусы гнили, оттуда все приезжают и выезжают дальше обратно. Сегодня жду автобус в надежде, что все-таки мы будем ездить на транспорте на общественном. Стоюсь без 10.9, автобуса нет по направлению в город. Делайте что-нибудь, ответьте на наш вопрос. Почему? Обещаете одно, а по факту совсем другое. В отделе коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автодорог пояснили, что у автобусов сейчас сокращенные графики движения. И ориентированы они на то, чтобы доставить на работу людей к 8 или к 9 часам утра. В этой связи составлено расписание и утверждены графики, которых маршруты заканчивают. Некоторые маршруты заканчивают и в 9.00, так как он не успевает сделать дополнительный круг и завершить работу в 10.00. Какие-то маршруты заканчивают движение в 9.40, какие-то в 10.00. То есть основное движение – это до 8.00 и до 9.00 часов. Это связано с тем, что автобус, не вовремя закончив, получает на Казани автобарк. То есть работы сделаны так, что движение автобусов уже завершено в 10.00. В вечернее время то же самое. Если люди не успели уехать из центра города до 7.00 вечера, потом никаких гарантий добраться домой нет. Людмила Батюшкина, Равель Валеев, 5 канал.